Новогодним настроением делится музей советского автопрома. Здесь проходит фестиваль елок, который уже стал доброй традицией и символом приближения праздника. Пестрые лесные красавицы радуют глаз посетителей. Идея этого праздника возникла после посещения резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. И наш музей предложил нашим художникам и нашим творческим детским коллективам города и области проводить ежегодный вот такой фестиваль. Собственно говоря, елка, она может быть сделана из любого материала. Всего в экспозиции представлено более 30 работ. Материалы умельцы использовали самые разные. Ткань, стекло, дерево, кофейные зерна и даже фотографии. Не оставила равнодушными посетителей композиция «Госпожа елка», сделанная в виде куклы с подарком в руках. А это зеленая красавица из дерева. Только украшения на ней необычные. Вместо игрушек пробки от бутылок шампанского и нежные бантики. Об этом конкурсе я узнала с того года. Здесь была, мне очень понравилось. Ну, пришла идея. Ну, елка взрослая, как видите, сделана из шампанского. В основном это натуральные продукты. Саму елку мне помогали делать друзья. Спилили. И композиция называется «Эх, погуляли». И маленькие игрушечные, и высокие статные ели напоминают о детстве, когда под волшебным деревом всех, кто верит в чудеса, ждали подарки. Здесь можно по-настоящему проникнуться атмосферой грядущего Нового года. Вспомнить, каково это – наряжать елку, радоваться снегу и маленьким сувенирам. Елочки очень разнообразные, сделаны из разного материала, красивые, все необычные. Создают такую атмосферу праздника, волшебства, задора и такое хорошее настроение. Посетителям выставки предложили выбрать лучшую елку. Чтобы проголосовать, достаточно было написать номер приглянувшегося новогоднего дерева на листке и отдать организаторам. Дать свою оценку необычным елкам все желающие смогут до 21 января, посетив музей советского автопрома. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.